Так, ну что ж, начнем. Здравствуйте, меня зовут Юля, фамилия моя Грибанова. Я являюсь начальником проектного офиса бизнес-инкубатора. В данный момент я представляю немножко другую роль свою. Кроме всего прочего, я являюсь мамой подростка 15-летнего. Очень безумно люблю своего сына, хотя он, как все подростки, ведет себя не всегда подавающе, не всегда он вызывает надежду на все свое будущее, мое лично. Вот, но это, надеюсь, мы переживем. Сегодня я хочу поговорить немножко с вами про то, как же, собственно, развивать инженерные конкурсы, инженерное образование и как все-таки детям прививать инженерную деятельность. Сегодня будет такой исключительно, там, наверное, практически с моей личной позиции опыт. Я готова им поделиться, потому что, ну, опыт – это такая вещь, которую не жалко. Если кому-то пригодится, кого-то надолкнет на светлую мысль, буду только рада, там, звоните, я готова пообсуждать дальше, как-то находите меня в социальных сетях, готова буду продолжить эти обсуждения. И начнем мы, пожалуй, с того, что я мне что-то расскажу про инженерные соревнования, которые помогли лично мне, как маме, понять и осознать, что для того, чтобы, ну, во-первых, мой ребенок, кроме моей семьи, никому не нужен. Это первый тезис. Второй, если я хочу, чтобы этот ребенок развивался, кроме как я никому, никто не может задать ему условия. Да-да-да, ему, простите, тут вещание веду из дома, в общем, вся семья рада, и муж тоже, в общем, кроме как родителей, никто не может ему создать условия для того, чтобы он развивался так, как хотим. Я человек очень динамичный, очень много работаю со стартапами, очень много работаю с проектами, давно поняла, что классическое образование очень нужно и важно, без этой базы совершенно никуда не деться. Но кроме классического образования, точно необходимо понимать, что инженерия как система, как процесс, она тоже требует определенной культуры, определенного навыка, определенного подхода. Ну и когда это знание там до меня дошло, у меня сыну было 9 лет, я поняла, что надо с этим делать. Город у нас, я сама из Железногорска, не из Костноярска, хоть и закрытый такой, типа суперинновационный, на самом деле обычный город, с своими обычными проблемами, со старой техникой, с нестанцией иных натуралистов, и с нестанцией иных техников. И я вдруг неожиданно осознала, что для того, чтобы сын развивался в новой парадигме с новым подходом к мышлению, с новым подходом к производству даже, нужно создать для этого условия. Мы договорились с Министерством экономического развития, нашли партнеров и создали Центр молодежно-национного творчества. Сейчас, насколько я знаю, эту программу хотят реанимировать в Костноярском крае, агентство поддержки предпринимательства, сколько мне узнает, не память, мы недавно с ним разговаривали, с членником отдела инноваций, он у него есть в планах реанимировать программу ЦМИТР, ну, может быть, и дальше-то что-то будет происходить. И мы получили субсидию, субсидию федеральную и с региональным составляющим на открытие Центра молодежно-национного творчества. Когда мы получили субсидию, получили деньги на оборудование, возник очень простой вопрос. Очень у нас любят подход, давайте купим много конструкторов по робототехнике, по лего, найдем людей. Оказалось, все работает вообще не так. И когда мы задумались с тем, что покупать, мы сначала начали искать людей, которые находятся рядом с нами. Ни один официальный инструмент ни разу у нас не сработал. То есть там письма на заводы, какие-то там официальные посты, еще что-то. Совершенно случайно на встрече одной из, ну, как-то так получилось, там клуб какой-то инженерный был молодых инженеров. Пришли люди, которые туда никогда не ходили. И мы очень даже задали вопрос, а кто хочет заниматься с детьми? Три человека подняли руку, из них два с нами очень плотно работали. Мы очень были счастливы к такому партнерству. Дальше начался вопрос, что вам нужно для того, чтобы хорошо работать с детьми? Они сказали сейчас о помещении, мы его предоставили. Даже первое время они работали у нас бесплатно. Ну, такой у меня краш-тест всегда. То есть человек должен поработать с детьми, тем более у него нет реального опыта. Посмотреть вообще-то его, не его, услышать его, не услышать. Потом мы договорились вместе с образовательным учреждением, с одним, что они возьмут его на доп. образование. Потом оказалось, что у него, если мы начали ходить, еще дети из другой школы. Мы договорились с другим директором, что он его тоже возьмет на доп. образование. В общем, каждый директор хватило ему по 2,5 тысячи. Получалось его купить на 5, но вроде как можно и с детьми заниматься. Дальше начались победы, там дети поехали на финал Олимпиады НТИ, когда они вернулись. Мы опять к нему, что надо? Говорят, ну вот надо, там комплектухи какой-то небольшой, Ардуино, датчики и все такое. Хорошо, купили. Дальше говорят, что еще надо? Вот нам бы поле классное, такого поля нет ни у кого в Красноярске. Вот нам бы такое поле, чтобы можно было устраивать, работать с автономными роботами. С Ардуино, не с Лего. То есть у нас сразу было условие. У нас с Лего робототехникой понятная история. Есть методики, есть понятные преподаватели. На самом деле преподавать Лего робототехнику может даже любой учитель русского языка. Она не очень сложна. У Лего хорошие свои методические материалы. Единственное, что сами конструкторы стоят недешево. Но я точно знаю, что у Министерства образования в Бережиске возникают всякие субсидии на поддержку технического и инженерного творчества. Если их искать и в них вписываться. Я как родитель сама искала субсидию, где мы нужны для денег на СМИД. Мы очень долго разговаривали с краем, с министерством. Очень долго разговаривали с федерацией. Согласовывали рамки, с городом. Но, в общем, как говорится, кому надо, тот и, собственно, организует коммуникацию. И дальше мы купили им это поле. Причем покупка поля готового была примерно в 100 тысяч. Мы такие посидели с друзьями, подумали, типа, что, как можно назвать по-другому. Пошли к рекламщикам. Говорим, чуваки, можете вот из такого материала вот такую штуку нам дать? Да, легко, 15 тысяч. В общем, нам это стало значительно дешевле. И я вам точно хочу сказать, что наша безмерная любовь к нашим инженерам и безмерная любовь инженеров к нашим детям, наверное, привела к тому классному синергетическому эффекту, про который я до сих пор чуть-чуть вспоминаю. К сожалению, ребята перестали работать с детьми и им продолжили большой проект в Сингапуре. Был это год назад, когда 31 декабря у нас с Митей, они меня позвали на разговор. Говорят, такая история, в общем, мы уезжаем в Сингапур. Но, как оказалось, уезжать нам недолго, спасибо под дыме, они вернулись в Россию. Но дизайнер работает очень на большую инженеринговую компанию, занимается беспилотными погрузчиками. Ну, естественно, там дизайнер немножко не хватает времени, потому что корпорации большие требуют другого подхода, другую концентрацию. Вот. Ну, еще слайдов, собственно, они у меня есть в этот раз. Я вот еще попрошу Глеба дать мне разрешение на демонстрацию экрана. Вон, и, коллеги, ждем только, пока мне разрешат показать экран. Продолжение следует... Ну, кроме того, что у нас есть этот успешный опыт работы с инженерами, мы пошли еще немножко подальше. Мы задумывались о 3D-технологии. Устаточно очевидная и понятная вещь, ну, с одной стороны. С другой стороны, совершенно непонятно, как ее преподавать. Сейчас уже понятно, когда мы это начинали, было все очень тяжело. Мы нашли Российскую ассоциацию 3D-образования, называется «Инженеры будущего». Ребята в тот момент уже два года занимались проведением олимпиады российской. Все, это была оригинальная олимпиада, потом вот стала российская олимпиада по 3D-технологиям. Собственно, были какие-то... Все, отлично, мне дали разрешение. Сейчас я вам покажу картинки. Ну, тут немножко не... Должность уже у меня другая, чтобы поправить самое важное. Ну, давайте, тогда все-таки начнем по презентации. Значит, у меня сегодня была уже лекция про национальную технологическую инициативу. Это такое движение, такое направление, такая концепция, которая предполагает, что к 2035 году Россия все-таки станет успешной технологической страной и сможет создать компании, которые захватят мир. В рамках национальной технологической инициативы есть разные направления, разные неты, про которые может вас проживать в другой лекции подробно. Но ключевая задача сопутствующих всех решений в том, что кто-то должен управлять беспилотными транспортными средствами, кто-то должен управлять беспилотными автомобилями, кто-то должен ремонтировать новый станок автоматически, кто-то должен понимать, как загружать наноматериал в станок для производства. И в рамках НТИ появилась такая большая история, которая называется всем упорными талантами, либо кружковое движение. Кружковое движение – это не только про детей, это скорее про кружки. Старые, забытые советские кружки, кружки по интересам, направленные именно инженерных таких компетенций в большей степени. Картинка достаточно четко демонстрирует базу, ту концепцию, в рамках которой кружки некоммерческие со школьных переуходят у нас на самом деле в работу у станка, в руководящей позиции, в некий индустриальный процесс. Ну, миф о Железногорске, как те люди, которые, наверное, слышали про наш город, наверное, считают, что у нас вот так, а на самом деле у нас, ну, в общем-то, как везде. У нас обычный город с обычными проблемами, несмотря на то, что у нас он закрытый, и на территории находятся два очень крупных предприятия, Росатома и Роскосмоса на жизнь города там напрямую это не очень влияет, кроме как рабочих мест, но инфраструктура, она все равно там формируется и создается ровно так же, как во всех других городах. Если мы говорим про Олимпиаду, ну, то есть если мы говорим про НТИ, про кружковое движение, то есть такая очень классная Олимпиада, Олимпиада национальной технологической инициативы. Я всем настоятельно рекомендую. Принуждать своих детей, наверное, нужно в ней участвовать, потому что она очень интересна даже в процессе подготовки. Она трехэтапная, из двозаочных этапов, одиночный этап. К каждому этапу прилагается и обязательно подборка курсов и материалов для изучения. Причем материалы есть как онлайн-курсами, так и книжками. Очень классные курсы на степике, которые позволяют там базовые поизучать принципы физики, информатики и всего остального. И это, наверное, такое одно из направлений, которое можно было бы зафиксировать и, наверное, в нем поучаствовать. Это Олимпиада НТИ может стать одним из триггеров для развития направления целиком и для развития какой-то компетенции. В Олимпиаде НТИ, я не помню, он у меня есть. В Олимпиаде НТИ порядка двенадцати направлений. Двенадцати направлений, в общем-то, на любой вкус, в том числе и направления по информационным технологиям. Современные информационные технологии, кроме как доступа в интернет и компьютер, уже не очень требуют каких-то дополнительных материалов, ну, кроме, собственно, непосредственно интеллекта, изучения этих тем и развития математического мышления. Есть железячные различные направления, есть и космические, есть и тяжелые для подъема, есть и легкие для подъема. Если вам все-таки интересно начать готовить инженерные команды и вообще как-то развивать инженерное мышление, я вам очень советую начать с этой Олимпиады. Она очень непростая на подъем, но у ребят очень много методических материалов, очень много методических материалов, просто колоссальное количество. Они публикуются задачи прошлого года с решениями, их можно получать на их сайте Олимпиады НТИ, можно посмотреть, как задачи решались. Самое, конечно, классное – это финалы. Финалы проходят очно, ну, в условиях пандемии, я еще не знаю, как это будет происходить, при разных университетах. Соответственно, ваш ребенок, если доходит до финала, он едет в той университет, которой непосредственно этой темой занимается. Ну, например, один из финалов позадового года, по биотехнологиям, по биологическим системам, проходил следующим образом. Детям давали закрытый аквариум, в котором было шесть форелей, и они должны были настроить датчики света, тепла, воздуха, всего остального, абсолютно автономно работающие. Аквариумы там ничего, кроме доступа к размещению чего-либо, не было, чтобы форели выжили. Конечно, когда форели начали умирать дети, начали плакать, но инженерная Олимпиада максимально приближена к каким-то реалиям. По, например, автономным роботехническим системам, автономной интеллектуальной системам, прошу прощения, трек. У нас ребята участвовали один год из Железногорска, у нас там в финале из шести команд было три наших, потому что это прям наш профиль был у наших преподавателей. Задача была очень тривиальная. Нужно было, чтобы машинка с грузом доехала до кораблика, загрузила туда груз. Кораблик дошел до определенного места в бассейне. К этому месту подлетел квадрокоптер, взял под груз и перенес в другое место. Все это должно было управляться спутником, который висел над аквариумом, ну, над водоемом. Эту задачу должны были сделать дети за две недели. Если честно, мне для осмысления этой задачи потребовалось очень много времени, ну, с точки зрения, как это вообще можно сделать. Хотя они это делали абсолютно без ростов. Понятно, что вот такие тяжелые этапы уже финальные, они там достаточно непросто проходят. Но команда, например, один ребенок, который прошел там какие-то все этапы, и вот что же ему делать, он же без команды, ничего страшного. У нас были примеры, когда команды собирались с различных территорий, поясов, у них есть свое сообщество, Олимпиады, НТИ, они просто подключались к другим командам, совершенно спокойно участвовали. Но это абсолютно командное соревнование, то есть это прям настоящее КБ, такой маленький, такой прототип КБ, скажем так. Вот, поэтому можно вот взять, очень хорошо поизучать, причем если, кроме того, что поизучать теорию, это, например, один из источников тем для различных работ, вот таких настоящих, интересных, которые можно, например, использовать. Ну, собственно, про наш СМИТ я уже немножко рассказала, это результаты 2018 года, к сожалению, с тех пор лично у меня немножко не хватает времени, меня перевели на другую должность, у меня появились новые обязанности. Но вот в 2018 году было так, мы сделали СМИТ сетевой. Мы договорились с разными школами о том, что разные направления СМИТа, у нас был 3D-печат, у нас 6 3D-принтеров, квадрокоптеры, и у нас были лазерные и фрезерные технологии. В разных школах под разные задачи мы раздали это оборудование, носу, соглашение, и оно, собственно, работает непосредственно для тех преподавателей, тех детей, которые по этому направлению готовы заниматься. 20 молодых инженеров у нас принимали участие в нашем СМИТе и продолжают там порядка 5, 4 направления работы, вот я их основные озвучила. Ну и, собственно, вот мы там проводим поделивающиеся мероприятия, причем с партнерами, находили небольшие компании, которым было интересно какие-то детские решения, детские разработки, и они нам помогали, понимаете, что здесь все по классике, на самом деле. Находишь тому, кому может быть интересно, и дальше, в общем-то, с ним решаешь свои собственные задачи. Самое главное, наверное, заражать взрослых и детей возможности реализации собственных каких-то мыслей. Инженеры у нас, конечно, работают молодые, потому что здесь, с кого выбрать, если там в основном каких-то возможностей можно поискать, на самом деле, уже бывалых людей. Они тоже очень легко обучаются, и совместное изучение приносит тоже достаточно интересные плоды. Тоже у нас был такой пример, когда немолодого человека решил разобраться в этой истории, и, в общем-то, у него достаточно плохо получается. Работать с детьми, проводить мастер-классы, хотя никогда он, наверное, не думал, что в жизни поэта 3D-принтер. Это вот один из примеров. Собственно, мы проводим мастер-классы для мелких детей, это, в частности, один из наших мастер-классов после Белом Меча. Мы проводим всякие популистские мероприятия. Это мастер-класс по сборке квадрокоптеров, причем мы брали самые простые квадрокоптеры, маленькие. Ну, потому что, как показала практика, чем проще система, тем интереснее разбираться. Причем это вот в рамках, как раз, по-моему, малой космической что-то там смены. В зеленых корках мы привозили раньше трек по беспилотным дателям аппаратам. Ребята в том числе делали преграды, по которым коптеры должны были летать в последний раз. Здесь, собственно, у нас были тоже небольшие всякие штуки по сборке замочков, монетнице, всякая мелочка. Ну, очень было показать один пример, когда мы проводили мастер-классы для десятых классов, инженерных классов, причем. Ну, казалось бы, что там инженерные классы, они же там должны как-то что-то понимать. В инженерии мы пришли им паяльники, и они сказали, что это? Это паяльник. А что с ним делать? Паять? И когда девочка самолично спаяла два проводочка, у нее загорелся фонарик в нашем месте, она обожала звонить папе. Баба, у меня все получилось. Это было безбудительно. Конечно, очень было приятно это слушать, потому что схема была простая. Никаких там сложных манипуляций вообще совершенно не требовалось. Но того, что дети в инженерных классах, учившись там полтора-два года, они с девятого были инженерными, полтора года, ни разу вообще не видели паяльника никакой инженерии вообще не занимались. Ну, для нас, честно говоря, было немножко грустно, поэтому мы там максимально много рассказывали про инженеры. А это, собственно, наши победители Олимпиады НТИ. Это команда, которые, они, собственно, за стеклом, как вы видите, они вот там собирали те самые кораблики. И очень крутые ребята, очень талантливые. Павел богу, нам не удалось дождаться, пока они зазвездят. Но было с ним очень интересно. Так, что еще? Ну, кроме этого, у нас хобби – это аддитивка. А, нет, еще наставничество. Прошу прощения, забыла немножко. По наставничеству сейчас тоже очень много всего, везде и вся. У всех направлений развития технологических проектов активно сейчас внедряются функции наставничества. Причем она внедряется как на разных циклах, так и, собственно, на разных этапах развития проекта. Ну, собственно, по этому здесь цикл жизнедеятельности проекта представлены. Могу сказать, что наставничество не всегда воспринимается как бы однозначно, потому что это очень сложная процессия. Здесь нужно взаимное понимание, взаимное доверие, как добиться взаимного доверия быстро и оперативно и по-настоящему. Ну, таких методик, кроме как там анипулятивных, ну, я лично не знаю. Поэтому каждый проект, который там, по-моему, попадает в то ли, ну, где-то не наставничество. Мы сейчас там переживаем некую там культирку взаимодействия, а потом они уже как бы на уровне доверия тебя начинают слушаться, делать как тебе надо. С наставниками ровно так. И сейчас у Сколково проходит школа наставничество. Если кому-то вдруг интересно, она открытая, она бесплатная, она сейчас онлайн, раньше нужно было ехать в Сколково. Сейчас я знаю, что Иркутск тоже свою школу наставничество запустил. Можно даже изучать эту всю историю в одном часовом поясе без выезда в Москву. И методики тоже они не совершенно публикованы, по-моему, насколько вы не помните. Но можно поискать, понаходить. Это хорошая история, это когда взрослые, в том числе инженеры, берут такое шефство, называемое непопулярное слово, над проектами начинающих, начинающих инженеров, начинающих разработчиков, начинающих мыслителей, ребятами, которые просто хотят что-то делать. Как, конечно, этого хотения достичь, это тоже отдельная история с мотивацией. Но один раз съездил в Зеленую Горку на профильную смену, мой сын готов даже учить и неплохо, ну так, относительно неплохо, чтобы поехать туда еще раз. Ну, для меня, в общем-то, такой достаточно жесткий мотив. Ковид в этот раз не очень помог, конечно. Но, надеюсь, осознанность процессов когда-нибудь придет в эту подростковую голову и не придется всеми этими историями заниматься. Ну, вот, схема наставничества представлена. Поподробнее, думаю, может, на сайте Сколково. И в том числе ДВФУ, схема ДВФУшная. В дальнейшем федеральный университет очень там активно занимается всеми этими историями. Ну, еще такой небольшой тезис сюда же, наверное, такой, коль про университет заговорили. Я могу сказать, что там есть какой-то некий миф о том, что в Красноярском шпахе университета надо ехать в Москву, Петербург, Новосибирск. Не все так однозначно. Не все так однозначно, потому что есть прекраснейшие профессора в Красноярске, очень опытнейшие, впустившие большое количество профильных специалистов, которые работают в различных там институтах, компаниях и корпорациях. Поэтому, если вы как-то постановились со своим направлением развития, вашего ребенка, точнее, синхронизировали, надо смотреть кафедры. Надо смотреть кафедры, надо смотреть институт, надо смотреть конкретную профессуру. Потому что, как показывает мой опыт, работаем с университетами в рамках профессиональной деятельности. Очень много зависит от завкафедры. Либо от директора института, либо от замдиректора института. От того человека, который ведет конкретное направление. Потому что у нас, например, все ключевые эти компании, которые есть, все ключевые разработчики, которые есть в Красноярске, они вышли практически все, особенно с хорошим математическим подходом, к отслужившими системами, с кафедры, с аэрокосмического института, математического анализа. Потому что, как показывает практика, для того, чтобы у вас искусственный директ, нужно очень хорошо знать математику. Ну, как минимум, иметь математическое и логическое мышление. Без этого никуда. У нас есть прекрасный профессор, который занимается новыми материалами из древесной, то есть, приработки дерева. Прекраснейший, просто признанный членевый сам вид. Поэтому, если вы только решите начать поиск университета либо какого-то направления развития вашего ребенка уже там за пределами школы, естественно, стоит смотреть эти кафедры, те профильные вещи, куда бы вам было интересно. Причем, совершенно не стесняясь на среднеспециальное образование, потому что среднеспециальное образование сейчас дотягивается до уровня высшего, ну, по крайней мере, по конкурсам так точно. В прошлом году конкурс в колледже таких топовых профессий был порядка 7-8 человек на месте. Поэтому здесь, видимо, родители перестали бояться колледжа, слава богу, ну, и, во-вторых, это было очень приятно с точки зрения роста. И там есть большие возможности. Word skills и проходят практики все эти реальные. Они сейчас вернулись все. Ну, по сути, это все вернулось, там, плюс-минус, советских ребенок, в новой форме, на новом витке. Но если практика эффективная, ну, почему бы я обратно не вернусь? Теперь чуть-чуть хвостушек. Мы проводим в Железногорске региональную олимпиаду инженерное будущее 3D образования. Для того, чтобы эта вся история заработала, нам даже разрешили создать городской ресурсный центр цифровых технологий «Точка». Это прям пространство оборудованное, где, собственно, проходят обучение педагогов, как готовить детей к олимпиаде по 3D-технологии. Причем 3D-технология – это не только моделирование 3D-печать, но это и 3D-ручка. Причем в 3D-ручке есть прям художественное направление. И олимпиады это проходят в том числе до самых маленьких детей, для начальных классов. Здесь очень большой простор для деятельности. Если там действительно кому-то интересно, можно обратиться в, собственно, ресурсный центр. Там есть руководитель его, Тяна Анатольевна Одинцова. Мой там бессмертный партнер, соратник и такой вдохновитель. Я немножко отошла уже непосредственно от этого проекта. Но Тяна Анатольев прежде в этом проекте занимается. Поэтому чуть про него. Значит, мы стали ресурсным центром в 2017 году. Сейчас у нас есть несколько школ, которые уже с нами достаточно плотно работают. Мы там готовы расширять свою географию. Причем у нас есть очень любимая компания Imprint, которая занимается производством петопринтеров в городе Красноярске и Москве. Они частично перевезли, кстати, свое производство в Москву. Но кусок все равно оставили в Красноярске. Поэтому они нам по-прежнему активно помогают. Здесь, собственно, видите примеры работ. Вот, например, 3D-ручка. Задается конкретная тема. Тема узнается непосредственно перед самой Олимпиадой. Вот так размещаются дети. Вот они сидят с 3D-ручками, с пластиком и, собственно, выполняют свою работу. Есть художественное направление, а есть техническое направление. Техническое нужно делать более какие-то технические решения. Вот машинка, например, художественная. Чаще всего в художественном направлении необходимо воссоздать какую-то сцену из сказки. Ну, из сказки либо из какого-то другого произведения. В произведение прилагается, там, отрывок. Нужно воссоздать эту картину. Это направление по 3D-печати. Вон там нет. Дети занимаются... Дети занимаются непосредственно, чаще всего в Fusion либо в Компусе. Компус предоставляет там условно бесплатно версии учебные для проведения соревнований. Точно можно договориться с ними. 3D-принтер у нас частично свои, частично ребята включают со своими 3D-принтерами, если у них там какие-то специфические требования. Ну, вот, собственно, мы там раз в год эту Олимпиаду проводим. У нас эсклотирование на Россию. То есть там топы наших победителей едут на Россию. Собственно, таким образом мой сын попал в Российскую Олимпиаду. Это, конечно, тоже такая семейная байка, потому что в регионе он занял... Ну, тут у меня нет, это была большая возрастная категория, там было не так много участников. В местном все были старше. Он занял предпоследнее место в рейтинге, так как их было всего там 5 команд, по-моему. А первые 3 отказались ехать. Он поехал на Россию и, в общем-то, выиграл Россию. Ну, я думаю, мне кажется, я ему лет до 50 буду про это рассказывать. Его 50 лет. Как он проиграл, короче, регионно выиграл Россию. Такое тоже бывает. Видимо, мобилизация, видимо, стремление, видимо, немножко по-другому сформированы команды, потому что на России они объединяют группу 3D-ручки и 3D-принтеров, и они делают один общий проект. Вот, видимо, девочки, ответственные с 3D-ручками, помогли этим более темпераментным ребятам собраться и сделать нормальные работы. Так, что мы еще делаем? Мы готовим, прям помогаем на всем технике подготовки по-другому олимпиаду, в том числе по подготовке специалистов. У нас 3D-ручку, в частности, преподает учитель английского языка. Ей так понравилась технология, она даже придумала несколько инструментов, как 3D-ручку можно использовать для работы с начальными классами по прямому профилю. и она у нас один из топовых педагогов, именно подает ручки. У нас есть методики, у нас есть программы, точно знаю, что у них есть. Каждый год проходят семинары для преподавателей, для школьников за объяснением там правил игры. Мы стараемся играть чем-то тренировочные сборы, если очно либо заочно, частично. Ну и, собственно, мы готовим экспертов-координаторов. То есть все руководители команды просто, ну, как в таких классических мерах в соревнованиях также для экспертов. Так, короче, у нас тут рейтингом. Мне очень интересно. Ну вот, собственно, вот такой небольшой пиар от коллег, которые занимаются точкой. Интегрировать в образовательный процесс 3D-технологии очень интересно. Ну и, собственно, все финалы проходят в каких-то российских лагерях. Чаще всего это смена. Профильная прям смена. Собираются ребята и вот проводятся. Ну и, мне кажется, самое бесценное, что если вы как родитель, либо как педагог, вы хотите этим заниматься и именно вести там кружок, например, либо как-то там активизироваться, либо вести своему ребенку. Есть куча методических штук, которые непосредственно позволяют более профессионально к этому вопросу подходить. Так. Смотрю. А, ну вот еще. Кроме этого, есть еще несколько конкурсов. Честно, что у меня только конкурс капитана представлен, но он там, по-моему, шел в мой бизнес. Также называется «Мой первый бизнес». Это такая акселерационно-образовательная программа для школьников. Я своего сына немножко заставляю, немножко мотивирую участвовать в подобных программах, по крайней мере, изучать все эти темы, потому что, к счастью или к сожалению, мир гораздо динамичнее меняется, чем даже я могу это отслеживать, чем мне позволяет время отслеживать. И понимание неких там партнерских активностей, неких там неких там позиций активного созидания и создания каких-то таких задержательных условных производных проектов. И что очень важно, даже если он никогда не будет у меня предпринимателем, будет даже работать в найме, для меня предпринимательство это процесс создания чего-то нового, позитивного, а не зарабатывание денег. То есть бизнес и предпринимательство сейчас, к сожалению, разные категории для меня, как человека, который занимается с предпринимательством и бизнес-нетемлемой в том числе. Вот, поэтому сейчас тоже яхожу в большое количество. Мне очень нравится у моего бизнеса программа, она очень хороша, она онлайн, она охватывает достаточно все аспекты. Можно ей попробовать позаниматься. Они первый год ее запустили. Будут надеяться, что они будут дальше развивать. Ну и вот, собственно, международный конкурс у Капитаны. Тоже такой интересный был конкурс. К сожалению, не могу отнестись, сейчас там не функционирует предметы. Есть еще такая программа, классная при Актом, но это уже для детей чуть постарше, для стебельных тоже. Ну, наверное, из моего опыта все. Я рассказала все, что хотела. Могу только сказать еще раз тезис, наверное, что если вы хотите как-то развивать свои детей, то только вам можно сделать. И не стоит стесняться ни каких-то высоких чинов, ни высоких людей. С всеми можно встречаться, с всеми можно разговаривать, можно писать письма. Конечно, хорошо, когда там та территория, в которой вы проживаете, вам оказывает активную поддержку в этом вопросе. Но если нет, то можно начать с головой. Так, собственно, мы начали с Смитом. Мы договорились сначала с всеми в Москве, а потом без вариантов было. Когда приехали, они хотели нас заменить на другую территорию, ну, к краю. И когда они приехали, москвичи увидели, что как бы там у них нету нашей локации. Первое дело, мы с ними спросили, подождите, мы приехали смотреть вот этих ребят. Собственно, вариантов уже не было. С нами пришлось работать, договариваться, как-то обсуждать, решать какие-то вопросы. И это тоже возможно. Иногда так получается проще. Это процесс не региональной власти. что мы прыгаем через голову. Но здесь динамика разная. Точно стоит там останавливаться. Если есть какие-то желания изменить мир, ну, это пока во благо. В общем, вот, мне все. Ну, в общем-то, у нас одна Елизавета, так что я не вернусь к вам. Нет, возможно, что и есть. Нет, спасибо. Ага. У меня такой немножко может быть дилетанский вопрос. В лекции упоминались точки, а речь идет о точках кипения. Я говорю, мы просто так назвали до того, как точки кипения вошли в тренд. Мы назвали свой ресурсный центр подготовки к 3D-олимпиаде «Точка». Вот. А потом пошли активно размножаться точки кипения. В Красноярске есть. Недавно мы в Железногорске открыли точку кипения, собственно, вот на прошлой неделе. Я там вела тоже прекрасную дискуссию по «Умному городу». Было очень захватывающе, если честно. У меня подавались прекрасные спикеры, которые друг друга подбагдривали и активизировали процесс обсуждения. Вот. Это другая история. Это, знаешь, наверное, точки роста сейчас есть про программу. Вот. Это вот, наверное, более же туда. Ну, хотя она у нас уже 4 года работает, эта точка. так совпало название наше со всем остальным. Все, принято, понято. Спасибо большое. Спасибо большое, очень интересно. Ну, да, я как бы без проблем. Если что-то вдруг кто-то там напрямую на вас с каким-то вопросом может на меня переадресовывать, я буду рада еще чем-то помочь ответить. Здесь, мне не жалко. Ну, все тогда. Расходимся. Да, спасибо.